Освещение фасадов. Направление в светодизайне, которое все больше и больше обретает популярность. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы расскажем о том, как спроектировать свет в экстерьере. Такой свет можно разделить на подсветку фасадов и ландшафтное освещение. Эти решения в любом случае позволят скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства вашей архитектуры. Наружное освещение решает сразу две важные задачи – эстетическую и функциональную. Причем решать их придется параллельно. Прежде всего, нужно продумать красивые решения как для ландшафта, так и для фасада, но при этом не забыть хорошо осветить дорожки, крыльцо, бассейн и декоративные элементы как на фасаде, так и во всем ландшафте. Глобальное освещение фасадов можно разделить на несколько видов. Первый – это заполняющий, когда мы полностью высвечиваем архитектуру. Второй – это локальный, когда подсвечиваются определенные участки, карнизы, фронтоны, окна. Третий – это контурный, когда выделяется конкретный контур архитектуры. Четвертый – это силуэтный, когда подсветка устанавливается за архитектурным объектом. Еще также существуют варианты динамического светодизайна и просто нейтральной подсветки на участке. При выборе осветительного оборудования обязательно имейте в виду, оно должно быть безопасным, иметь герметичный короб, при этом быть достаточно экономичным и легким в эксплуатации и обслуживании. А также обязательно используйте сценарный вариант экстерьерного освещения. Можно отдельно включать аллеи, дорожки, бассейн или беседку. Используя такой подход, вы получите сразу несколько архитектурных образов на вашем участке.